Bonjour, chers amis! Здравствуйте, друзья! У нас сегодня с вами марафон. Это Plus que Parfait, первый урок. Посмотрите, пожалуйста, как видно из названия, это не просто прошедшее время, это больше, чем прошедшее. Например, когда я пришла, все уже поели. То есть и я пришла, и все поели, это в прошлом времени, но мы можем какую-то субординацию во времени всё-таки проследить. То есть я пришла, случилось позже, чем все поели, потому что когда я пришла, все уже поели. В русском мы добавляем уже, во французском уже, déjà, можно не добавлять, а по времени будет видно. Я пришла, будет в Passé-Composé, а все уже поели, будет в Plus que Parfait. Но об этом мы с вами поговорим немного позже. У нас будет с вами несколько отдельных уроков именно по употреблению Plus que Parfait. На данном этапе нас интересует с вами образование. И, конечно же, Plus que Parfait изучаем мы после Passé-Composé. То есть если у вас в Passé-Composé очень больших проблем нет, то есть вы понимаете, где какие у нас глаголы-связки, где avoir, где être, у вас нет проблем с participe-passé, с отрицанием, с возвратными глаголами и так далее, то, конечно же, к Plus que Parfait самое время подходить. Если всё же какие-то проблемы есть, я рекомендую вам пройти мой марафон по Passé-Composé. Там 22 урока на различные детали. Всё запомните, всё выучите быстро уже в Passé-Composé. Когда будет всё отлично, приходите на Plus que Parfait. Можем, конечно, попробовать, но будет сложно, потому что тут, в принципе, я не буду каких-то таких же деталей объяснять, какие в Passé-Composé уже есть. Мы просто будем ориентироваться, что то правило уже заучено. Так вот, посмотрите, пожалуйста, на два примера. То есть в русском языке я вот вам перевожу так. Вообще не видно, что это Plus que Parfait. Но вот по формам мы видим, что глагол «связка» находится в Parfait. И давайте с вами эти глаголы «связки» как раз-таки в Parfait и проспрягаем. Вы выключаете меня и спрягаете отдельно глагол «avoir» в Parfait, просто вспоминая, и отдельно глагол «être». А потом у нас будут с вами уже предложения, где нужно будет поставить глаголы в настоящем времени сразу в Plus que Parfait. То есть давайте сначала посмотрим, как у нас будет «avoir» в Parfait. И наша форма. И то есть дальше вы ставите все партисипы, которые знают, и все глаголы, которые формируют в прошедшее время с «avoir». Посмотрите, пожалуйста, повторите еще раз все партисипы в PASA, если вдруг забыли. Глагол «être». И точно так же. Там у нас будут все глаголы, которые формируют время с «être». «Je t'ai tombé», «je t'ai allé», «je t'ai né» и так далее. Д'accord? То есть повторите эту тему, если не помните, какие глаголы формируют. «Pasé composé» и «plus que parfaits être», а «какие savoir». И давайте сразу для тех, кто знает все это и повторил, переходим к упражнению. Смотрите, здесь у нас с вами различные глаголы, все они в настоящем времени. Вы эти предложения переделываете в «plus que parfaits». Это отдельно от употребления. То есть мы сейчас не ориентируемся. Это просто техническое упражнение, когда глагол из настоящего переходит в «plus que parfaits». На что прошу обратить внимание. Здесь мы с вами вспомним или поймем, что что-то в «pasé composé» у нас не изучено. Когда сейчас будем проверять и посмотрим, все ли мы помним «parte si pasé», но тут они не сложные. А главное, мы вспомним с вами, какие глаголы формирует «pasé composé» с «être», «какие savoir», и вспомним также согласование. Вы делаете это упражнение без меня, сейчас выключаете, и будем проверять вместе. Я буду давать свои комментарии. Надеюсь, вы это сделали. Давайте проверять. «Nous étions arrivés au marché», «мы прибыли на рынок». «Arrivé» формирует прошедшее время с «être». «Es» на конце «parte si pasé» точно ставится, «e» в скобках, потому что «ну» могут быть и женщины только. Когда вот такая возможность есть, мы ставим вот эту возможность в скобки. Дальше. «Vous avez cru à son histoire», «вы поверили в его или в ее историю». «Participassé» от глагола «cruire» – это «cru». И, бом, все понятно, у нас он формирует прошедшее время с «avoir». «Ils étaient partis pour trois jours», «они уехали на три дня». «Es» на конце глагола «partir» совершенно точно, потому что у «il» нет вариантов, это только мужской род. Формирует, разумеется, глагол «partir» всегда прошедшее время с глаголом «être». «Elle était tombée amoureuse de lui», «она влюбилась в него». «Tombe» вообще-то «upасть», но здесь сочетание «tombe amoureux de quelqu'un» – это «влюбиться в кого-то». Обратите внимание, у нас «e» на конце, потому что «elle» – «она», женский род, единственное число, и глагол «tombe» всегда формирует прошедшее время с глаголом «être». А тут, внимание, глагол «monter» может формировать прошедшее время «is avoir», «is être», в зависимости от того, есть у него прямое дополнение или нет. Если есть, то «savoir». Эта тема была подробно разобрана в нескольких моих курсах, в том числе и в марафоне, несколько уроков. Если для вас это сюрприз, посмотрите марафон. Так вот, «monter» переводится здесь в данном случае как «поднять что-то на этаж», наверх мы бы в русском сказали. То есть кто-то взял и по лестнице, например, поднял свои чемоданы в комнату. Так вот, «monter» в данном случае формируется в «вах», ничего не согласуем, все так оставляем. Напишите, как вы это сделали, подумали ли вы, проанализировали ли вы фразу, или же вы просто так вспомнили, увидели глагол «monter» и, несмотря на фразу дальше, поставили «s être». То же самое, дальше глагол «descendre», он может формировать по своей пропозе «is être» и «savoir», в данном случае «is être», потому что он переводится как «спустить ça», а он может переводиться как «испустить», опять же, «чемоданы». Так вот, «je te descendu après toi», так как это глагол «спустить ça», «себя» без прямого дополнения, он формирует прошедшие времена «s être» и дальше согласуется. Так как мы не знаем, кто такой «je», «она» или «on», мы ставим «e» в скобках, потому что возможность такая есть. И, кстати, вот упражнение, которое я вам буду давать, всегда вот эту возможность нужно прописывать. Если вдруг вы не пропишете, там будет написано, что ошибка, то есть вот не тот вариант, который я указала. Мы тоже обычно все привыкаем к тому, что «rentrer» спрягается с «être» в прошедших временах, а нет. Ставить что-то на место, в данном случае загонять машину в гараж, пример у нас был неоднократно с вами в моих курсах, переводится как именно с прямым дополнением, и поэтому формирует вот это прошедшее время, и после композиции «plus que parfait» с «avoir». Если бы я сам вернулся, сама вернулась, то это было бы «setter», было бы предложение. А здесь что-то сделать с машиной. Так что это у нас «avoir» и ничего не согласуем. Опять же, кто-то мог бездумно поставить глагол «sortir» с «être», а в данном случае это не самому выходить, а это выгуливать собаку. А если мы, опять же, у глагола «sortir» видим прямое дополнение, то он уже формирует в прошедшие времена с «avoir» а не «sêtre». Давайте все это повторим, и вы напишите, какой у вас результат. Попались ли вы на мои уловки? Но они не уловки. Для тех, кто прошел марафон по после композиции, совершенно не уловки. Или нет? В общем, пишите, вспоминайте и повторяйте. Как раз-таки мы по этому предложению, упражнению, видим, что было недоучено. А теперь давайте над произношением немножко поработаем. Мы были в магазине. И на сегодня это все. Наш марафон, по-плюс-ки-парфе, не очень длинный, но, как всегда, у нас с вами будут переводы, диктанты, упражнения, чтобы все закрепить. И увидимся с вами на уроке номер два. До встречи!